привет да у нас был перерыв потому что у нас был экзамен нам нужно было сдать эссе и в общем всякие такие вот проекты поделать да поэтому мы не снимали потому что не было что снимать нам было что рассказывать а сейчас мы едем в универ мы снова едем спасать нашу компанию да мы сыра я спасали вечера собирались с ребятами думали что делать вот и надеюсь что сегодня наше решение принесет какую-то пользу потому что вчера мы вроде как хорошо поработали мы там делали расчеты вот поэтому я надеюсь на хороший результат здравствуй бизнесмен ну как там ну мы улучшили нашу ситуацию на 10 процентов да на 10 процентов вот и у нас еще есть два раунда для того чтобы зайти в плюс поэтому мы уже не можем принимать неправильных решений и мы должны принимать правильные решения такие как мы приняли и в этот раз то что мы улучшили на 10 процентов но пока новость в том что команда у которых было сначала минус 29 процентов у нас было минус 26 у них сейчас минус 5 у нас минус 16 то есть они вообще лучше нас украли решение поэтому мы сейчас думаем как мы можем их обогнать потому что сейчас мы по сути на последнем месте еще конечно ничего не закончено но на данном этапе мы на последнем месте поэтому работаем я знаю почему у нас так получилось что мы не смогли увеличить в этот раз так сильно показатели потому что у нас очень сильно уменьшился контрактный индекс то есть то сколько платят нам наши клиенты да сколько нам платят наши клиенты вот из-за того что вот прошлый раз у нас так сильно все упало мы не заработали денег в этот раз и поэтому нам придется ждать следующего раза чтобы все у нас пошло вверх я надеюсь что в следующий раз у нас будет большой прыжок потому что мы там с дженни вот кстати дженни мы там с ней увеличивали всякое всякое увеличивали вот надеюсь что в следующий раз у нас все показатели поднимут и тем кому интересно мы подробнее сейчас покажем игру как там все все выглядит вот смотрите у нас было минус 26 теперь минус 16 а вообще мы начинали с минус 4 и если вы помните в прошлый раз да здесь было минус 4 мы сделали минус 26 а теперь у нас минус 16 в общем все равно есть шансы еще за тип плюс прибыль и прибыль мы увеличили на 500 тысяч в общем нужно еще работать очень сильная разница здесь ценах с этим этим клиентом у нас очень большая разница хотя мы ему поставляем столько такое же количество материалов как и прошлые прошлый раз но цена уменьшилась в два раза и поэтому все плохо все разобрались мы со своими играми вот еще завтра мы летим в париж да летим в париж мы через киев то есть мы будем шесть часов киеве увидим родителей и убежим себе в париж вот а сегодня сегодня мы едем провожать стаса мы его отвезем в аэропорт вот он едет в украину так что разъезжаемся будем скучать за ним а еще нас сегодня предстоит веселый вечер потому что нам нужно купить немножко сувениров ну хоть каких-то но нужно же привезти что-то среди мы уже купили черный бальзам для родителей и еще там останется докупить кое-что все мы отвозим нашего стаса домой дима отвозим отвозим не он сам себя сейчас отвозим стал решил себя отвезти в аэропорт идет он мы и мы мы и мы Субтитры сделал DimaTorzok Дима вон кушает, сувениры мы купили, сейчас покажу вам все Из съедобного мы купили шоколадки фирмы Lime, это латышская фирма, такие с Ригой и просто с орешками И еще мы во Францию купили две банки шпрот, то что мы повезем в Париж Вернее вот так вот мы повезем в Париж, а вот это моим сувениры Вот и еще я купила деткам сувениры Также у меня есть три племешки, которых я просто не могла оставить без сувенира Вот и естественно я купила Кстати они меня постоянно смотрят, Лизочка, Мороша и Ангелинка, вам привет Вот, сейчас я вам покажу, что я им купила Итак, я зашла в H&M и просто скупилась там Такие шорты Потом мне очень нравятся эти штаны Вот у меня три разные девочки разных возрастов Вот, такие штаны, смотрите, они такие прикольные ламы Вот, потом такая кофточка Вот такой прикольный, это такая рубашечка в клубничке Такой класса мне очень понравилась И к ней я купила такие штанишки Вот, милые И еще такая футболочка На которой написано Make the future awesome Это значит сделай будущее невероятно классным Крутым Вот, и это все Еще мне дали Кстати в H&M очень прикольные упаковки Вот я попросила подарочные упаковки и мне дали такие штуки И в общем настал тот момент, когда пора собирать чемоданы Мы отвозим домой У нас пересадка будет в Киеве, и мы в Киеве оставим еще половину наших вещей Зимних, которые, я надеюсь, нам не понадобятся больше в Латвии Я надеюсь, что здесь потеплеет Вот И будем паковать вещи в Париж В которых мы будем ходить Вот так Я уже наконец-то сложила чемоданы Вот, почти Почти полностью Сейчас делаю маникюр Нужно же готовиться Я все-таки в Париж еду Там красивые барышни гламурные ходят Мне тоже нужно как-то нормально выглядеть Вот Поэтому я сейчас делаю маникюр Вот наши красавцы Готовы в путь По крайней мере мы на это надеемся Хотя вот этот не очень красавец, если честно Это китаец Я ничего не имею против китайцев Но делают они фигню Этот чемодан пережил всего лишь две поездки И на первой поездке у него полностью сломался замок Да, вот этот Он просто не работает Сначала мы его закрыли Поставили пароль И когда-то мы прилетели в Барселону Первый раз мы его не смогли открыть И мы здесь все раздолбали ножом и молотком Водили, открыли Поэтому он уже сейчас не работает Мы повесили просто вот такой вот обычный замочек Ага, вот такой вот, все Да, и сейчас уже все в порядке А на второй поездке у него сломалось колесо Так, с какой стороны? Вот это Она просто практически не едет, как видите Вот Она, потому что она здесь полностью стерлась Смотрите, видите? Вот здесь еще есть кто-то вроде, не знаю, как это называется Резина, не резина Вот, в общем, здесь она просто стерлась И осталась только вот эта вот пластмасска В общем, мы вам с Катей не советуем покупать чемодан В Испании у китайцев Вот, там очень много китайских магазинов Там очень дешево И некоторые вещи, в принципе, там можно покупать Я не знаю, там, наверное, какие-то Столовые приборы Или что-то вот Какие-то такие вот мелочи Которые сложно сломать Ну что, там очень дешево, как я уже сказал Но чемоданы точно там брать не стоит С вашим чемоданом, я думаю, случится то же самое, что и с нашим По истечению всего двух поездок Мы очень надеемся, что это его будет третья поездка И что на третью поездку с ним ничего не случится Хотя, блин, я уже ни в чем не уверен с этим чемоданом А сейчас время смешных историй И опять смешная история Приключилась с Франциско С нашим сальвадорцем Итальянцем, американцем В общем, кто не знает У него там куча паспортов Всяких разных рациональностей Тех, которые я только что перечислил Потому что у него папа вроде как итальянец Мама из Эль-Сальвадора Сам он вырос в Сальвадоре Потом сразу же переехал в Америку, в США И большую часть своей жизни прожил в США В общем, не знаю, как его называть Поэтому просто будем называть его по имени Франциско В общем, он пользуется таким сервисом Который называется Каучсорфинг Я думаю, что некоторые из вас это знают А для тех, кто не знает Это такой сервис, где можно путешествовать по разным странам И не платить за жилье То есть, вы регистрируете свой аккаунт И предлагаете свою квартиру, где вы живете В вашей стране, в вашем городе Вы предлагаете ее как бы разделять с человеком Который приедет в вашу страну, ну, как турист Вот И на этих условиях потом вы можете в любой другой стране Тоже поселиться к кому-то, к какому-то человеку Вот ее квартиру и тоже жить там бесплатно В общем, нам с Катей эта идея не нравилась еще вот с момента образования вот этого каучсорфинга Потому что мы понимали, что могут быть какие-то извращенцы, какие-то маньяки, убийцы И просто какие-то ненормальные люди Потому что за это платить не нужно И, ну, это как-то стремно И вот нам недавно Франциско рассказывал, что они вот зарегистрировались в этой системе Они хотят поехать в Вильнюс И там вот по каучсорфингу жить бесплатно Но для этого им нужно сначала принимать гостей И они приняли одного гостя Вот приехала к ним девочка И начала им рассказывать, что она с другой планеты Что она с Марса А в прошлой жизни она была проституткой И вот, в общем, и прочие вот какие-то странные Вообще какая-то странная ересь И они сначала смеялись с этого А потом Франциско говорит мне Что после пару часов этих историй Он просто понял, что она это говорит всерьез Вот, ему стало стремно Он начал ее выталкивать за дверь То есть выталкивать из своей квартиры Которую он здесь снимает в Риге А она ему начала говорить, что если ты меня выгонишь Я украду какую-то вещь с этой квартиры Что ты даже не заметишь Либо же я вызову полицейских И скажу, что ты меня насиловал И там избивал Или там не знаю, что там Она еще ему говорила В общем, он ее вытолкнул за дверь Вместе с портфелем Вместе со всеми ее вещами Вот, и рассказал нам эту историю В общем, да Поэтому, как мы, в принципе, подозревали Что этим сервисом могут пользоваться Какие-то ненормальные люди Так оно, в принципе, и получилось Кстати, Франциско тоже Я бы не назвал его нормальным Потому что, знаете, он ведь снимает эту квартиру Он ее снимает и хотел ее сдавать еще другому человеку Да, это бесплатно Но это все равно Ну, это нужно предупредить хозяина Что он, естественно, не сделал В общем, да Такие люди, вот, они притягивают неприятности Это, кстати, тот Франциско Который открывал консервную банку ножом И промахнулся И поранил себе руку Да, вот такой вот у нас есть персонаж в нашей группе Но мы его все равно любим Потому что он очень смешной И позитивный И, ну, как человек, нам он нравится Да, Катя, тебе нравится, Франциско? Да Да? В общем, мы будем уже спать Потому что уже 12-10 ночи А нам завтра всем вставать И на 8 нужно приехать там К нашим друзьям, к турку Потому что мы вместе с ним едем в аэропорт На такси А Кате еще нужно сделать маникюр И, в общем... Я уже сделала Он не заметил, я сделала уже А тебе еще хочешь всяких штук нужно сделать Там сходить в душ, я не знаю Да А мне еще влог нужно монтировать И пока мы это все вам рассказываем Время на месте не стоит Поэтому мы будем ложиться спать А завтра будем в Украине И в Париж До завтра Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok